Слава Господу, дорогие братья и сестры! Мир вам! Такие хорошие слова мы услышали, что Бог обещал, что будет с нами, и Он с нами. Аминь, братья и сестры! Мне так нравится это говорить, что до сего места и часа помог Господь. Правда, и это истина, потому что мы живем на этой земле, порой проходим какие-то трудности, есть у нас переживания, но помощь от Бога, она всегда приходит в нашу жизнь. Мы всегда можем, вот как написано, возвожу очи моих горам, откуда приходит помощь моя, и помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Слава Богу, братья и сестры! Он с нами, Он нам помогает, Он нас поддерживает, дает нам силы жить. И важно еще, что мы, ценное такое время для нас, мы в Божьем доме. Вот, в одном из псалмов, Давид, по-моему, он пишет такие слова, послушаю, что скажет Господь, и Господь скажет, мир народу моему. Да, вот, мы когда приходим в Божий дом, важно, вот, важно, у Бога есть для нас слово, Он говорит. Тут, в этом псалме так и написано, я прихожу, послушаю, что скажет Господь, и Он скажет. Он скажет, братья и сестры, и то, что Он скажет, оно в твое сердце принесет мир. Вот, это как-то, то слово, которое Бог проговорит в твое сердце, оно принесет покой в твою внутренность, независимо от того, какие ты переживания переживаешь. Вот, слава Богу, братья и сестры, поэтому уже Бог говорил и будет дальше говорить. И даже когда мы придем и ляжем спать, Он будет продолжать говорить, потому что нам важно услышать, вот, потому что Он живой, потому что Он хочет, чтобы мы жили, хочет нас вести. Вот, пусть Господь благословит. Я хочу за свидетельство, такое небольшое свидетельство, знаете, свидетельства, они всегда укрепляют нашу веру, потому что где-то люди проходят какие-то переживания, и когда кто-то свидетельствует, мы понимаем, что Бог, Он живой, Он действует. Вот, на прошлой неделе у средней дочки, у Ани, что-то или она съела, или вот лекарства ей заложили в зуб, когда лечила, в общем, аллергия началась. И такая, ну, страшная аллергия, я, ну, у нее там и ноги все высыпало, и тело, в общем. Я во вторник заявил вечером на молитве, мы молились, и, как бы, она лекарства там какие-то минимальные пила, чтобы как-то вот прошла эта аллергия. И в среду вечер, а, и поехала в Минск на учебу, не на учебу, на экзамен сдавать, вернулась с учебы в среду, и обратно. И она приехала, хотела на молитву, опять все высыпала. Я посмотрел, там аж, ну, напухло все вот от этого, ну, от этой вот сыпи. И я знаю, что раньше, когда-то у моей жены такое было, ее сразу же в больницу положили. Ну, сразу увидели, все, в больницу никаких разговоров. И я понимаю, что, ну, тоже, если она к врачу пойдет, то в больницу. Она ни в какую я в больницу не пойду. И мы как-то так вот с этого года, мы раньше так как-то пытались, но долго не, это не продолжалось. Вот мы начали совместные такие молитвы в семье. Вот пока вот держим вот это вот такое вот, что Бог нам дал. И мы просто встали, склонили колени, начали молиться. Ну, мысль пришла, думаю, пойду как отец, как священник, положу руку на нее, помолюсь. И я обошел так кровать, встал возле нее, все молимся. Я положил руку, начал молиться. Чувствую тепло в руке, в ладони. Ну, я подумал, что вот, ну, у нее голова, ну, горячая, может быть, вот от этого, ну, такое тепло. И внутри, ну, как бы у меня особо веры не было, да, но я смотрю, там, мы все молимся. Я знаю, что совместная молитва, она, ну, сильная молитва. И вот мы помолились, благословили друг друга, легли спать. Я наутро к ней подхожу, говорю, Аня, что, как у тебя? Она, папа, у меня почти все прошло. Вот чуть-чуть там пару, пару этих осталось. На вечер у нее уже все прошло. И до сего дня, братья и сестры, нету. Слава Богу, я знаю, ну, моя старшая дочь, она врач, она какие-то говорит, ну, эти вот те лекарства, которые она пила, они не могли, они только симптомы могли, ну, немножко убрать. Они не могли исцелить. Это Бог, говорит, тебя исцелил. Слава Господу, братья и сестры. Бог, Он живой, исцеляющий, Он действует, и Он совершает свою работу. Может быть, кого-то это свидетельство укрепит, но я просто почувствовал, что нужно это сегодня сказать. Пусть Бог благословит нас. Знаете, еще прочитал одно такое интересное высказывание. Знаете, есть вещи, которые, вот, мы видим не так, как видит Бог. Вот, мы, как люди, смотрим своими плотскими глазами, и о Бог, Он смотрит по-другому. Вот, мы часто слышим историю про Иосифа, да, и вот недавно мы слышали про несправедливость, и тоже там приводилась эта история про Иосифа. И вот, смотрите, это я, это я прочитал, это не мои мысли, мне просто очень понравилось. Отец посмотрел на Иосифа и увидел хорошего сына. Братья посмотрели на Иосифа и увидели непутевого мечтателя. Потом купцы посмотрели на Иосифа, увидели раба. Потом Патифар посмотрел на Иосифа, увидел хорошего слугу. Жена Патифара посмотрела на Иосифа, ну, простите, скажу так, увидела потенциального любовника, да, потом в темнице на Иосифа посмотрели, увидели заключенного, и все они ошибались. Бог посмотрел на Иосифа и увидел премьер-министра Египта. Знаете, братья и сестры, наш взгляд и взгляд Бога на нас, это разные вещи. Порой мы идем с людьми рядом, рука об руку, и мы что-то в них видим. Но Бог на этого человека смотрит абсолютно не так, как ты. Поэтому нам нужно наше видение как-то обновлять, чтобы нам смотреть друг на друга глазами Иисуса Христа. Вот это важно. Чтобы нам видеть, вот помните, даже Самуил, он приходит в дом Иесея, помазать Давида, и он видит Елеава и говорит, вот это царь, вот это тот, который будет царем. И никто не царь. И Бог говорит, я не смотрю, как смотрит человек, потому что человек на лицо смотрит, на внешность смотрит, а я смотрю на сердце. И вот самый маленький Давид, который пастом овец, который самый меньший, был невзрачный, но он был царем. Бог его избрал царем, потому что видел сердце, что он будет мужем по сердцу Божьему. Вот пусть Бог благословит, чтобы наши очи, братья и сестры, они были просвещены Богом, чтобы мы видели правильно и друг на друга смотрели правильно. Да благословит вас Господь. Знаете, когда мы читаем Евангелие, то вот вопросы, которые Христос задает, да, они такие, ну как, фундаментальные. Они что-то, что-то вот, ответы на эти вопросы, они меняют нашу жизнь. Вот если мы читаем, там он приходит в купальню Вефезда, где сидит там человек, который лежит 38 лет в болезни, и он задает ему вопрос, хочешь ли быть здоров? И вот ответ этого человека, он повлияет на его дальнейшую жизнь. Да, потом слепой в Артемии то же самое, подходит ко Христу, и Христос задает вопрос, что ты хочешь? Ну и кажется, в Артемии мог бы сказать, Господь, неужели ты не видишь, что я хочу? Что я слепой там, ну нищий, слепой, ну а что ты хочешь? И для Артемия тоже вот ответ на этот вопрос, он жизнь изменит, видеть хочу. И Христос открывает его зрение, да, потом там много-много мы можем, помните, женщина, которая страдала кровотечением, пробегает через всю эту толпу, касается Христа, получает исцеление, и Христос задает вопрос, а кто ко мне прикоснулся? Ну, и уже для этой женщины ответ на этот вопрос, он что-то в ее жизни изменит, потому что, знаете, она не имела вообще права даже в этой толпе быть, да, и страшно, наверное, было ответить, что я прикоснулась, глядя на толпу людей, но она сказала, я прикоснулась, и дерзающая вера твоя спасла тебя. Вот вопрос Христа, и они всегда для нас звучат, и наш ответ, он всегда вот вопрос Христа, он дает такую возможность нам рассудить, вот подумать, глубоко где-то подумать. И вот я хочу прочитать одну историю, она записана в Евангелии от Марка, 8 глава, с 27 стиха. «И пошел Иисус с учениками своими в селение Кесарии Филипповой, дорогою Он спрашивал учеников своих, за кого почитают Меня люди?» Они отвечали, за Иоанна Крестителя, другие же за Илью, а иные за одного из пророков. Он говорит им, а вы за кого почитаете Меня? «Петр сказал ему в ответ, ты Христос, и запретил им, чтобы никому не говорили о Нем, и начал учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отвержен у старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть сбиту, и в третий день воскреснуть». Вот Христос задает ученикам вопрос. Идут они вот рядом, там в селении Кесарии Филиповой написано, «И дорогой вот так невзначай Христос спрашивает, а за кого Меня люди почитают? За кого принимают Меня люди? Кто Я для людей? Вот вы как бы живете, ну ходите среди людей, вот что говорят обо Мне люди? За кого они Меня почитают?» И там люди начинают, ученики начинают отвечать. Те там за Илью, кто-то за Иоанна, кто-то за пророка. И дальше вытекает такой вопрос, «А вы за кого Меня почитать? А Я для вас кто?» И Петр выходит и говорит, «Ты Христос, Сын Бога Живого». В других Евангелиях написано, что Христос говорит, что не плоти кровь открыли тебе это, но Отец Мой сущий на небесах. Знаете, Христа Господом назвать можно только по откровению, вот, ну, познавая, что это Бог. Вот, знаете, женщина приходит просить за дочку, которая объяснуется, да, и Христос говорит, ну, не гоже взять и бросить псам. Что она отвечает? «Ну и псы едят крохи с твоего стола, Господи!» Да, вот за кого она почитает Христа? «Господи!» Да, там слепорожденного Христос исцеляет, и там целая девятая глава Евангелия Теана про эту историю описана, там фарисеи на Него гонят, потом Христос Его встречает и говорит, ну, говорит там, ну, имеет с Ним беседу, и потом Он говорит, веруешь ли ты в Меня? Ну, там, да, там такая история. Он говорит, верую Господи! Опять Господи! Он за Бога почитает Христа! И иди, вера твоя спасла тебя! Вот, знаете, без... Христос говорит Петру, что не плоти кровь открыли тебе это, вот, почтение, ну, почитать Христа за Господа, это откровение должно быть, лично, каждого человека моего. Вот, он и спрашивает, а вы за кого почитаете Меня? И у меня к себе вопрос, а для Меня, Господь, кто? Вот, кто для Меня Иисус? Вот, я сегодня такой вопрос себе задал, и вам хочу задать, вы, может, в этой проповеди сами себе дадите сердце ответ, вот, а кто для Меня Иисус? Потому что, знаете, для многих людей, вот, я так, ну, общаясь с людьми, кто-то к Богу приходит, ну, там, чисто там, вот, я больной, получил исцеление и ушел, да, как бы, пришел к Богу, он для него просто-просто целитель, да, или мне было трудно, я пришел, помолился, Бог ответил, и уже этого человека больше в церкви нету. Ну, Бог, как тревога до Бога, да, палочка-выручалочка. И тут такое интересное слово, почитают, да, или принимают. Я вот подумал так вот, ну, бывает так в жизни, что, ну, есть такое вот словосочетание, если так можно сказать, за кого ты Меня принимаешь? Вот иногда с человеком общаешься, и он пытается тебя где-то, ну, как-то, ну, обвести вокруг пальца, там, да, или понимаешь, что ты верующий, ты доверяешься, ну, я так скажу, Меня легко обмануть, я, ну, я доверяюсь людям, я такой доверчивый человек, но в некоторых вопросах, ну, я понимаю, что человек, ну, хочет Меня, ну, обмануть. За кого Ты Меня принимаешь? Я что, ну, вот за кого принимаешь Ты Меня? И, знаете, или, или, вот, и на основании того, вот, как это, на основании вот этого принятия ты строишь дальнейшие отношения с человеком. Ну, понимаете меня, да, мы, ну, я общаюсь с человеком, я принимаю его как друга, и я с ним как с другом строю свои отношения, да, я услышал о Господе, я принимаю его как Господа, и я строю свои отношения с ним как с Господом, да. Другое есть слово почитание, почитание, то есть уважение, знаете, но уважать можно еще, есть крайности такие, уважать можно из-за страха, вот я уважаю, потому что боюсь. Вот, помните, израильский народ, он стоит перед горой, и, и гора там, Бог сошел на эту гору, и там, и там землетрясение, и дым, и голос Бога, как гром, они испугались, и они Моисею говорят, не, Моисей, ты с Богом говори, мы не будем, мы боимся, вот, знаете, как почтение Бога, потому что я его боюсь, или почтение человека, потому что я его боюсь. Я, знаете, вырос, ну, как там, молодость моя в 90-х проходила, и во дворе были ребята постарше, я их уважал, почему? Ну, потому что я боюсь, потому что если я скажу что-то не так, то это какие-то последствия для моей жизни будет иметь. Я уважаю его, потому что я боюсь, но Бог не такое уважение от нас ждет. Он ждет, чтобы мы уважали его как Бога, из-за любви, потому что я его люблю. Знаете, бывает отца в семье, у меня бабушка, она 96 лет прожила и рассказывала мне про своего папу. Вот, говорит, я пошла на Свитязи, там деревня недалеко от Свитязи, и, говорит, пошла, и там верующие на Свитязи собрались, крещение там было, говорит, в белых одеждах, так красиво, песни стали петь, мне это так понравилось. Я раз пришла, потом второй раз пришла, узнал папа. Папа сказал нет, нет, и все, потому что папа сказал. Вот уважение из-за страха, но Бог не хочет, не такого почитания хочет Бог. Бог хочет, чтобы мы его почитали вот из-за любви, из-за понимания того, кто он для нас, что он сделал для нас. И, знаете, вот первое, что хочется сказать, кто он для меня, да? Ну, он Бог, святой, праведный, истинный, справедливый, он Бог. Вот мы должны это понимать, что он Господь над всем, он правит, он выше всего, он достоин того, чтобы его почитали. И в Евангелии от Луки, когда мы читаем о Христе, ангел приходит к Марии и говорит такие слова, что «Рождаемое святое, ну, сойдет на тебя, ну, она спрашивает, как это будет? Сойдет на тебя Дух Господень, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим». Да, рождаемое святое, Христос – это Бог. Он, да, Он сто процентов человек, Он пришел на эту землю воплоти, но Он сто процентов Бог. Почитаю ли я Его как Бога? Знаете, мы, как верующие люди, имеем такое благословение по благодати входить во святое святых, входить в Его присутствие. Вот в евреях написано, что мы посредством крови Христа, имея дерзновение, с искренней верой, там, с искренним сердцем, с полной верой можем входить в Божье присутствие и иметь, получать помощь и благодать для благовременной помощи. Да, вот это мы, мы это с вами имеем, это наше благословение. Знаете, в Ветхом Завете такого не было. Один раз, мы все знаем это, да, один раз в год первосвященник, он готовился, чтобы войти во святое святых, в Божье присутствие, он готовил себя, он омывал одежды, он хранил себя, и чтобы войти во святое святых один раз в год, вот, он понимал Божью святость. Знаете, мы, ну, простите, я так скажу, да, мы порой привыкаем к благодати. Вот мы, мы привыкаем, вот есть вещи, которые мы, нам как детям, вот у меня дома дети, да, есть вещи, которые я им, как отец, позволяю, да, у нас где-то дружеские отношения, где-то что-то они там могут сказать, но есть вещи, которые есть, вот, я отец, недопустимые. И, 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 и эту черту нельзя переступить, нельзя. Бог святой, вот, его святость, есть, есть то, что мы, знаете, и мы порой привыкаем к благодати, мы думаем, ай, Бог милостив, вот я сделаю так, он простит, но это не так. Мы должны почитать его, как святого Бога, как великого и всемогущего. Знаете, такой пример приведу. Помните, история, когда Давид перевозит на колеснице ковчег завета. И там были, вот, вот этот ковчег завета, он был в доме Аминодава, где-то, ну, я читал, где-то больше 20 лет, в доме этого человека. И, и там вот эти были сыновья этого Аминодава, Оза и Ахилла. И вот, когда везли этот ковчег, мы читаем, Оза прикоснулся, и Бог поразил его. Вот, я так рассуждал, ну, раньше еще над этим местом Писания, вот, за 20 лет, вот, можно так подумать, Оза привык к Божьему присутствию, привык к ковчегу. Да, и, и он думал, что, да, может быть, это были хорошие побуждения, чтобы ковчег не упал с колесницы, но это было непозволительно для Бога. Его святость, ну, есть вещи, которые нам, как верующим, непозволительны, потому что он Бог, и святой Бог, и он в авторитете за свою святость стоит. Понимаете меня, братья и сестры? Он, он Бог. Вот, кто для меня Иисус? Мы можем, да, лучший друг, да, там, помощник, да, ходатай, да, это все так, но он святой Бог еще. Он тот, который, который, ну, нельзя, нельзя нарушить, как бы, его святость. Он, он стоит, он святой, братья и сестры. Вот пусть Бог благословит нас, чтобы мы это, чтобы мы это помнили. И второе, что хочется сказать, он Отец. Христос говорит, я и Отец одно. Да, то есть Иисус и Господь одно. Он Отец для нас. Знаете, Отец это тот, и хочется сказать, что он эталон Отца. Совершенный Отец. Вот представьте, у нас с вами, помимо того, что есть земной Отец, у нас еще есть и небесный, который больше любит, чем земной, который больше заботится, чем земной, да, которого, которого так же, как и Отца, нужно уважать, нужно почитать. Ну, я уже об этом немножко выше сказал, да, что, ну, мы должны, мы должны почитать родителей своих, уважать своих родителей, какими бы они ни были, но мы и должны Бога почитать, как Отца. Иисуса почитать, как Отца. Потому что, знаете, почему Он еще Отец? Потому что на Голгофе своей жертвой Он родил нас, каждого из нас, да, пролитием своей крови. Он дал нам доступ к небесному Отцу, да, и мы пользуемся всеми теми благами, которые дал нам небесный Отец. Он не отвергает нас, Он вникает во все наши дела. Знаете, многие люди тоже вот так, как из-за страха, я не буду утруждать там Отца своими какими-то проблемами, вопросами, нуждами, я сам их решу. Но, но это неправильно. Но если Он Отец, у Него есть, у Него есть план на твою жизнь, Он знает, Он знает, как тебе, как тебя направить, Он знает, как тебе помочь. Он Отец, Твоя жизнь в Его руке, ну, Он тебя родил, у Него, ну, Он художник и строитель, написано, да, вот, Он художник и строитель твоей жизни. И написано, что с небес презирает Господь, видит всех сынов человеческих, Он видит сердца всех их и вникает во все дела их. Он как Отец, в любое твое дело вникает. Он, как Отец, порой наказывает тебя, но с любовью, для того, чтобы ты чему-то научился. Он Отец, братья и сестры. Кто, кто Он для меня? Вот, Святой Бог, да, Он Отец. Потом, следующее, что хочется сказать, Христос сам о себе говорит, Иоанна, 10 глава, смотрите, 9 стих. Я есмь дверь, кто войдет мною, тот спасется и войдет, и выйдет, и пажить найдет. Вот, Христос говорит, я дверь. Знаете, у нас, ну, мы через дверь куда-то входим. Вот Он тут говорит, и войдет, и выйдет, и пажить найдет. Я есть дверь. Он есть дверь спасения. И часто, знаете, в нашей жизни бывают какие-то двери, они перед нами закрываются, и мы начинаем разочаровываться. А почему так? Ну, почему? Я думал, что вот это вот мое, но вдруг почему-то бах, и дверь закрылась. Ну, почему так? Да, Христос говорит, я дверь. Не твои какие-то там понимания, не я дверь, мной входи. Вот и войдет, и выйдет, и пажить найдет. А пажить это, овцы на пажите что имеют? Пищу, безопасность, ну, заботиться об овцах. Он говорит, я дверь. Вот нету другого имени под небом, которым нам надлежало бы спастись. Он дверь спасения. Другой нету двери, которой мы могли бы войти в царство Божие, только Он. Но знаете, что интересно, тоже рассуждал так, вот, когда Христос был в утробе Марии, для Него дверь гостиницы была закрыта. Но Он сам стал дверью, чтобы мы с вами могли войти в другую гостиницу, в Божье царство. Вот Он для нас стал дверью. Есть в Библии одна история, она записана в книге Деяния, во второй главе, я сейчас прочитаю, это когда Петр, третья главе, Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы девятой. И был человек, смотрите, хромой, а чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых украсными, просить милостыню входящих в храм. Он, увидев Петра и Иоанна пред входом в храм, просил у них милостыни. Петр с Иоанном, смотревшись на него, сказал, взгляни на нас. И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал, серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа на заре, встань и ходи. И взяв его за правую руку, поднял, и вдруг укрепились ступни и колени, и вскочив, встал и начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя, скача и хваля Бога. Смотрите, где сидел хромой? При дверях. Он не мог войти в храм, потому что был хромой. Ничто, имеющее, ну, какой-то недостаток, не могло войти в храм. И его сажали при дверях. Он, двери храма для этого человека были закрыты. И когда Петр с Иоанном, говорят ему, смотревшись на него, говорят ему эти слова, и он получает исцеление. И потом, когда они объясняют первосвященникам, почему, ну, как исцелился этот человек, там звучат такие слова. И ради веры во имя его, имя его исцелило сего. Вот для этого человека Христос стал дверью. Он вошел в храм. Он вошел в Божье присутствие, как полноценный человек. Знаете, Иисус есть дверь. Иисус есть дверь. Я встаю каждое утро, я не знаю, что меня ждет этот день, но он дверь. Общаясь, входя в его присутствие, ища его лица, я вхожу в правильную дверь. Я в день вхожу правильно. Он меня направит. Он повезет туда, куда нужно. Вот он дверь, братья и сестры, для каждого из нас. Пусть Бог благословит нас. Еще, прочитая Иоанна 6 глава, 35-й и 48-й стих. Кем для нас является Иисус? 35-й стих. Иисус же сказал им, «Я есмь хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». И 48-й. «Я есмь хлеб жизни». Знаете, Иисус есть хлеб. Вот кто жил во времена СССР, вот какое там отношение было к хлебу? Помните, даже лозунги такие были, «Хлеб всему голова», или там «Без хлеба нет обеда». Вот я просто некоторое могу вспомнить. И на самом деле, ну я не знаю, как вы, но я без хлеба, ну я не могу ничего есть без хлеба. Мне нужен хлеб. Вот я помню, бабушка моя тоже, она голодные времена прошла. Вот попробуй только положи хлеб другой стороной на стол. Не так, как бы, а переверни, попробуй хлеб. Она сразу тебе скажет. Или попробуй ты кусочек хлеба оставь на столе. Заставить съесть. Вот такое было бережное отношение к хлебу. Знаете, Иисус, Он хлеб. Хлеб жизни. Да, тот, сам Христос говорил, что не хлебом единым будет жив человек, но всяким Словом Божиим. Он для нас хлеб, братья и сестры. Вот, еще так подумал, а какой мы хлеб, какой хлеб вкуснее? Черствый или свежий? Вот иногда, я часто езжу через хлебозавод, и там есть горячий хлеб. Заходишь, берешь, и потом в машине такой запах, дети, бывает, не выдерживают, там откусывают. Вот горячий, вкусный, свежий хлеб, да. Но, знаете, я так подумал, почему-то я часто питаюсь черствым хлебом. Вот, живу теми благословениями, которые раньше Бог мне давал. Вот я вспоминаю там, ну так вот для себя скажу, вот на Бараново было, да, вот там, вот были служения, вот были переживания, там, слава Богу, мы это на самом деле переживали. Но это было. Это было. У Бога есть свежий хлеб. Для нас свежий хлеб. И знаете, и этот хлеб у Него есть каждый день. Если мы Его ищем, если мы нуждаемся в этом хлебе, Он будет нас им питать. У Него на каждый день есть свежее откровение для нас. Он есть хлеб. И хлеб жизни. Хлеб, который дает жизнь. Вот написано, я живу, и вы будете жить. Да, вот, вот он хлеб жизни. И хлеб, который нас питает. То есть, это моя пища. Есть имя Бога Эль-Шадай, которое переводится «Моя пища, мое питье». Да, вот, вот, не только физически мы подкрепляем свою плоть, свою жизнь, но важно духовно. Питаться духовным хлебом. Ценить тем, что Бог дает. Вот, а у Него всегда для нас, братья и сестры, есть вот этот свежий хлеб, который, который Он готовит. И сегодня, в этот вечер, я верю, у Него снова свежий хлеб. Для нас. Снова. Если мы им питаемся, это приносит силы и благословения в нашу жизнь. Тоже, так много сегодня из Евангелия Иоанна читаю, ну, потому что там как-то много об этом написано. Вот, Евангелие Иоанна 1,9, прочитаю такие слова. «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Мир в мире был, и мир через Него начал быть, и мир Его не познал, пришел к Своим, и Свои Его не приняли». Вот, был свет истинный. Вот, Иисус, это свет для нас. Он просвещает, написано в одном месте, Господи, Ты просвещаешь тьму мою, да, Господи, Ты возжигаешь светильник мой. Он, Он истинный свет, братья и сестры. И, так хотелось сказать, вот свет, он, он, как-то, уничтожает тьму. Вот, когда свет нету тьмы, и чем ближе ты к свету, тем меньше тебе тьмы. Чем, чем крепче наши отношения с Господом, тем, тем больше мы освещаемся, да, просвещается наш разум, просвещается наши уста, и то, что раньше было позволительно, сегодня уже, ты мог себе позволить, сегодня ты уже не можешь это себе позволить. Почему? Потому что свет истины просветил тебя, просвещает наш, этот свет нас, да, и мы должны, братья и сестры, стремиться к этому свету. Он никогда не обожжет. Знаете, бывает, насекомые на свет летят, да, и когда открытый огонь, они погибают, и даже лампочка горячая, если погибают, то вот этот свет, он, он, ты не обожжешься. Ты, наоборот, ты, это просветит тебя, да, по плоти, может быть, где-то в чем-то будет, и какой-то дискомфорт, да, но по духу Бог просветит, Бог поможет, покажет, как правильно идти. Знаете, можно много говорить в этой проповеди о том, кто для нас Иисус, и там, и пастырь добрый, мы читаем, да, он нас ведет, на злачное пажите водит, да, и можно так вот это все, как бы, подытожить, кто для меня Иисус, Он все для меня. Вот Он все. В нем написано вся полнота Божества телесного, Он все для нас, да, и сам Христос о себе говорит, Иоанна 14,6, что Я есть путь и истина и жизнь, да, вот, путь, ну, другого пути нету, по которому нам идти, братья и сестры, как написано в Библии, что есть пути, которые окажутся человеку прямыми, но каков конец этих путей, в погибель, да, то вот этот путь, он не в погибель ведет, он ведет вечную жизнь, да, он тернистый, да, он трудный, не просто порой, где-то, где-то сужается, где-то, но Господь, Он с нами, Он говорит, Я путь, Я путь, Я рядом, Я тебя веду, Я уже, Я твой проводник, ты на этом пути не заблудишься, мы много об этом читаем в Библии, истина, знаете, для многих людей, вот, многие ищут правды, но, как где-то кто-то сказал, что у каждого своя правда, вот, вот как бы человек думает, что Я прав, а другой Я прав, и начинаются какие-то конфликты, Христос говорит, Я истина, вот, истина в Иисусе, то, что записано в Библии, это истина, и мы живем этой истиной, и мы познаем эту истину, и эта истина дает нам мудрость, и дает нам силы правильно поступать в жизни, да, жизнь так, чтобы нам, когда мы придем туда, нам не было стыдно посмотреть, посмотреть ему в глаза, если мы придерживаемся этой истины, если мы, ну, живем по этой истине, то нам, братья и сестры, не будет стыдно, Он истина, и Он жизнь для нас, Он Бог, дающий жизнь, Он сам сказал, я уже говорил, что я живу, и вы будете жить, если наш Бог живой, братья и сестры, то мы будем жить, ничего, ничего, ну, конечно, происходят какие-то непонятные вещи в нашей жизни, бывают испытания, какие-то переживания, но, но Он жизнь, Он, Он вдохновляет, дает нам силы жить, и благословляет нас, вот, пусть Бог благословит, я прочитаю еще, к Колосинам, первая глава, двенадцатый, с двенадцатого по двадцатый стих, смотрите, какие слова записаны, благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и ввешивав в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов, в который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престол или господство, начальство ли, власть или все им и для Него создано. Он есть прежде всего и все им стоит, и Он есть глава, тело церкви, Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство, ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное. Он есть все для нас, братья и сестры. Все, что нам необходимо, мы имеем в Иисусе Христе. Вот это Господь для нас. И в заключении, прочитаем место Писания Ефесианом, первая глава, с 15 по 23 стих. Смотрите, какие слова. Посему и я, апостол Павел пишет, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и как богатство славного наследия Его для святых. И какое богатство славного наследия Его для святых? И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих, под действием державной силы Его, которой Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив, одеснуя себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в всем веке, но и в будущем. И все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего главою церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющего все во всем. Братья и сестры, пусть Господь благословит нас, чтобы мы не привыкали, вот скажу так, к Божьему присутствию, а обновляли наше мышление и ценили тем, что даровал нам Господь, и понимали, кто Он для нас, и пусть Бог благословит нас, Ему за все слава. Аминь.